В Екатеринбурге в 10-м часу вечера, уже в потьмах, на Волгоградской 33, на тамошней автозаправке Башнефти, возле перекрестка Волгоградская-Амунсена, что в юго-западном спальнике уральской столицы, нашвыренный в слюняку пилот баварского бездорожника BMW X5 учинил замес, в котором пострадали 9-летний пацан, два болида и столбы, который от увиденного просто окренел. А еще это был вечер, когда специалисты разного профиля почему-то стеснялись и просили их не запечатлевать на видео. Да не надо, не снимайте. Давай, давай. Не надо, не снимай. Вы хотите снимать, пожалуйста? Это руками не трогай. Ну не надо, не это, все. Руками не трогай, говорю. Отойдите, говорю. Вы что лезете сюда, не могу понять. Дойки, то вот не надо. Руками не трогай. Декорация такая. 40-летний накиданный пилот с 20-летним водительским стажем и 11 нарушениями ПДД за плечами катился на своем стареньком сереньком X5 бумере 2004 года выпуска по Волгоградке от Чкалова в сторону Московской. По какой причине БХ-вод наугощался до зеленых соплей неизвестно. Может, он уже вчера вечером начал отмечать сегодняшний логичный юбилей нашего президента. Почему логичный? Ну потому что сегодня, 7 числа 10 месяца, Владимиру Владимировичу исполнилось 70 лет. 7 на 10, 70. Логично. Факт. А кто празднику рад, тот накануне, сами понимаете. Ну извините, никакого более значимого праздничного повода у меня для вас нет. Короче, сразу за перекрестком с Амундсена накиданный БХ-вод стал терять контроль над болидом, под капотник которого 231 лошадь. Бумер поволокло вправо в сторону АЗС. Баварец влетел носом в столб и отскочил в задний левый угол только-только подъехавшего на заправку Hyundai Accent. А впрочем, долует себя тяну. Слушаем очевидцев Артема и Султана. Мы стояли вот чуть дальше Accent. БМВ, получается, заезжала с фотофора, со стороны Амундсена. Большая скорость была, в общем. Она столб задела, и потом звуки слышно было. И вот весь момент как-то. Водитель как себя вёл с БМВ? Никак вообще. Пьян сильно. Сразу же уснул? Да. В машине ребёнок был. Мы сразу подлетели. Уточняли, ребёнок в порядке, не в порядке. И скорую вызвали. А водитель, говорит, пытался сбежать? Нет, с места? Нет, нет, нет. Мы сразу ключ заблокировали. Девятилетний пацан сидел в акценте на месте смертника в красном детском кресле, пристёгнутый трёхточечным ремнём. И несмотря на то, что место приложения Бэховской ударной силы было максимально далеко от ребёнка, на расстоянии диагонали акцента, паренёк всё же стукнулся о стойку и с ушибом головы отъехал на скорой в девятую детскую больницу, что на другом конце города, где его медики осмотрели, да и отпустили домой. Что касается виновника замеса, то он после встречи со столбом и акцентом совсем выбился из сил, залёг на живот на передних сидениях, подложил левую руку под голову, да и закимарил, видимо, полагая, что уже добрался до дома. Из бумера врач и пожарный поперёк народных предрассудков добывали его ногами вперёд. Головой сюда. Разворачиваемся вот так. Всё отлично. Поднимаем? Там моё уголок. Полежите спокойненько. Так у меня нету у него? Раз, два, три. Поднимай, поднимай. Позже в клинике состояние нашвыренности Бэховода подтвердилось, кто бы сомневался. И пилот, откушавший водочки, попал под 12.8 КОАП, пьяное руление, а это 30 тысяч штрафа и лишения до двух лет. А ведь мог вызвать такси.